Здравствуйте, друзья! Меня зовут Александра Паснова. Я очень рада приветствовать вас на моем канале Закоренела Светочник. Сегодня я вам расскажу про дисхидию. Растение крайне редкое и очень редко встречается. Не в плане того, что оно редкое, безумно экзотичное, но оно крайне редко встречается в цветочных магазинах. Я так просто сейчас смотрю и понимаю, что процентов 70 растений, которые есть у меня в магазине, крайне редко встречаются в цветочных магазинах. Итак, первая небольшая предыстория, как я познакомилась с дисхидией. Это произошло буквально, когда мы начали возить цветы в Опт, и это было 10 лет назад. Что делали голландцы? Это была такая большая стеклянная ваза. В ней лежала большая ракушка из-под улитки, в которой была посажена дисхидия. Дисхидии бывают разные. Была посажена не такая. Есть дисхидия, у которой такие нижние пухлые листья, и это безумно красиво смотрится. После этого я обратила свое внимание на это неприхотливое растение. Это лианка, но такая суккулентная лианка, я бы сказала. Поэтому всем любителям суккулентных растений рекомендую обратить на нее особое внимание. Растение крайне неприхотливое. Все, что нужно, это много рассеянного света. От прямых солнечных лучей у нее могут краснеть листья. Так как растение суккулентное, не заливаем. Вот Ира нам сейчас будет показывать поближе, а я вам буду рассказывать. Листики, видите, у нее достаточно плотные, чем-то напоминают хою. Такие же плотные веточки. Размножается она очень легко. Посмотрите, у нее, видите, корешочки идут прям вот по стволу. То есть, как у многих лиан, процесс размножения достаточно прост. Мы отрезаем черенок, ставим его в землю. Ну, то есть, мы вот так вот срезали, воткнули вот эту веточку в землю, чтобы у нас корешок был в земле, и она начинает прирастать мгновенно и, собственно, размножаться. Вот так выглядят у нее новые листики. Такие они розоватого цвета, маленькие. И, собственно, вот растет она вот таким вот чудесным образом. Ее можно использовать в подсадке к суккулентным растениям, если вы хотите добавить объем, либо у вас какой-то высокий горшок, где сидят сверху, не знаю, там, к красу, или, например, ее можно подсадить. Ну, то есть, к тому, что сочетается с ней по поливу. Полив у нее достаточно умеренный. Вот здесь пишут, умеренный полив, не соглашусь, два раза в неделю ее залить. Вот прям поспорила бы с садовниками, полив все-таки раз в неделю обязательно давать ей высохнуть. Опрыскивание не требует, не слышала, чтобы ее кто-то жрал. То есть, и цветет она очень интересными цветочками. К сожалению, вот она у нас пришла не цветущая, но, тем не менее, у нее такие пузатенькие цветочки, которые вот в междоузлих появляются на ветках, если так можно сказать. Поэтому, если вы хотите лианку себе, которая совсем-совсем не будет требовать ухода, вот дисхидия – это тот самый вариант. Земля либо универсальная, либо для суккулентов и кактусов. Если мы берем универсальную, вмешиваем туда хорошенечко вермикулита. Смотрим, корневой системы нет в дренажном отверстии, поэтому берем горшок вот такой же. Не буду ее вынимать, потому что здесь, если я сейчас выну, у нас рассыпется вся земля, не покажу корневую систему. Удобрять я бы ее не рекомендовала, потому что суккуленты можно очень сильно закормить, и не всегда это приводит к хорошим результатам. Собственно, не знаю, что вам еще о ней рассказать, но вот только если сейчас сыр нам поснимает крупным планом, ну, возможно, наверное, на ней может завестись мучнистый червец. Я так предполагаю, потому что это та зараза, которая очень любит жрать суккуленты. Очень интересные у нее листики. Вот это у нас, по-моему, определила ее Людмила как дисхидию джерри. Они есть монетолистные, есть вот те, которые я вам говорила, с такими толстыми листиками внизу, пухлыми, у нее более крупные листья. Есть так называемая дисхидия русско-листная, у которой более острые листья. Не знаю, удастся ли мне прикупить их и привезти, если такая возможность у меня будет, я обязательно сниму про них ролики, отдельно, конечно, про каждую расскажу и покажу. Рассеянный свет, умеренный полив, минимум ухода и максимум красоты, потому что она чем-то напоминает пепперомию, чем-то напоминает хою. Цветет смешно, занятно, забавно, поднимает настроение, абсолютно неприхотливое. Можно ее формировать на опоры различные. То есть она хорошо поддается накручиванию на проволочке, на палочке. То есть вы можете сделать какой-то свой рисунок, можете сделать ее штаммовым деревцем. Например, поставить палку, на которую вы сделаете какой-то шар, она у вас поднимется и будет у вас такое ампельное плакучее дерево. То есть вариантов очень-очень много, включаем фантазию и творим в свое удовольствие. А природа нам дает все для этого возможности и поставляет самый лучший материал. Ну, конечно, не без помощи садовников. Надеюсь, это видео было вам интересно. Спасибо, что досмотрели его до конца. И надеюсь, до новых встреч. До новых встреч.